МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня нам предстоит поближе познакомиться с обладателем ежегодной премии Гомельского облсполкома «Человек года», который одержал победу в номинации «Служу Отечеству». На основании решения Гомельского областного исполнительного комитета от 29 июня 2017 года почетное звание «Человек года» в Гомельской области по итогам работы в 2016 году присвоено. В номинации служу Отечеству Доронину Владиславу Александровичу, главному инспектору отдела кинологической службы Гомельской помощники. Я личного человека, собака, четвероногий друг. Я человек в погонах, это боевой товарищ. В 2016 году жюри международных соревнований по достоинству оценила его профессионализм и признала победителем. Красивые такие. Мне так нравится. Как раз в них посмотреть. Красавцы. В принципе, все собаки нравятся, но немецкая овчарка, особенно, зонарно-рыжего окраса. Что-то есть от волка в них. Кто из будущих собаководов не читал в детстве Маугли, Редиерда Киплинга, а остав чуть постарше белого клыка Джека Лондона? И кто из новичков в кинологии не мечтал о ручном волке, сильном, благородном и одновременно верном животном? Один из таких людей – герой нашей сегодняшней программы. Главный инспектор отдела кинологической службы Гомельской таможни Владислав Доронин. Человек, который полюбил собак с самого детства. И сегодня, спустя годы, они не просто его четвероногие друзья, но и неотъемлемая часть работы, которая стала еще и любимым хобби. В детстве первой собакой Владислава Доронина был немецкий док. Тогда мальчик Влад даже и не предполагал, что в будущем его профессиональная деятельность будет невозможна без непосредственного участия четвероногого помощника. После окончания средней школы в поселке Зябровка Гомельского района Владислав Доронин проходил службу на государственной границе. Там он и приобрел первые навыки работы с собаками, оценил их обучаемость и преданность. У меня было целых три собаки. Немецкая овчарка, среднеазиатская овчарка и еще одна немецкая овчарка. Когда я срочную службу в пограничных войсках проходил, я был инструктором службы собак. Демобилизовавшись из армии, Владислав через какое-то время услышал от друга о наборе в кинологическую службу Гомельской таможни. Решил попробовать поступить на службу. В итоге успешно прошел собеседование и в 2009 году был принят на государственную службу в Гомельскую таможню. Учился в Сморгоне в питомнике служебного собаководства пограничной службы Республики Беларусь. Затем была подготовка на базе таможенных органов в Минске. И вот уже 8 лет Владислав Доронин успешно несет службу в Гомельской таможне. Основная задача работы кинологов – это борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. Также служебные собаки ищут оружие, врывчатку, сигареты, валюту. Нести службу в Гомельской таможне Владислав начинал с четвероногой коллегой, немецкой овчаркой Ютой. У них было немало совместных крупных задержаний. Гражданин Украины пытался в запасном колесе переместить почти 3 килограмма марихуаны. Также гражданин Украины почти полтора килограмма гашиша в крыше микроавтобуса. Также в легковом автомобиле под капотом, помню, в бачке расширителя, была марихуана, около полукилограмма обнаружена. Работая с Ютой, Владислав параллельно готовил к службе и молодую касту, тоже немецкую овчарку. Именно она на сегодняшний день способна находить иголки в стоге сена. И уж точно лучше всех знает, как работать играючи. Каста совсем не похожа на мою предыдущую собаку. Ну, только то, что она овчарка, а так, по сути, абсолютно разные собаки. Бесстрашная. Самое главное, чего я хотела от молодой собаки, чтобы она ничего не боялась. Резвая, смышленая. Работа очень интересная. Подготовка собаки, когда начинаешь с нуля. Потом первые результаты. Так как охотник ищет свой трофей, или рыбак ищет, пытается выловить свой трофей. Так и мы пытаемся поймать своего крупного контрабандиста. Владислав Доронин говорит, что у него работа хобби. Она никогда не заканчивается, она везде и всегда. Собака рядом дома и на работе. Людям со стороны часто кажется, что это не работа, а сплошная игра. Сходная банка найдена. Наркотик обнаружен. Молодец. В принципе, так оно и есть. Собака учится через игру, работает через игру. Для нее поиск наркотиков – это игра. Важно понимать, считает Владислав, что собаке тоже бывает тяжело. И физически, и психологически. Поэтому хозяин касты старается находить с ней общий язык, не привегая к бесконечным командам. У него действует принцип. Меньше команд – больше удовольствия от работы. Можно отдать команду, она будет ее выполнять. А можно попросить? И она выполнит. Вообще в работе я стараюсь команд не отдавать, если касается поиска наркотиков. Я пытаюсь тренировать собаку до такой степени, чтобы она самостоятельно принимала решения, чтобы от моих команд, от моих действий не зависел результат работы. По мнению Владислава Доронина, самое главное в работе с собакой – это терпение. Важно иметь определенное знание ветеринарии, чтобы понять, здорова собака или нет. Интересоваться современными методиками подготовки собак, поскольку кинология, как наука, не стоит на месте. Нужно быть трудолюбивым и любить свою работу. Так как кинолог – это такая профессия, которой невозможно заставить заниматься силой. Молодым кинологам могу следующее сказать, что на первый взгляд все так просто, но на самом деле множество подводных камней, чтобы не все так просто, как кажется на первый взгляд. И тут в этом деле важно терпение. То есть будет первая собака, за ней будет вторая, а там появится и опыт. И то, что раньше не получалось, обязательно получится в будущем. Кинолог Доронин вместе с первой собакой Ютой заняли первое место в международном соревновании кинологических команд, проходивших в Украине в городе Ямполь в мае 2016 года. Участвовали в аналогичном соревновании, организованном в Москве. За время своей работы в Гомельской таможне Владислав Доронин зарекомендовал себя как грамотный, добросовестный и инициативный сотрудник. Настоящее время состоит в резерве кадров на выдвижение на должность начальника отдела кинологической службы и является наставником для молодых сотрудников. За время прохождения службы в отделе кинологической службы станут от инспектора до главного инспектора. Неоднократно принимал участие за указанный период в соревнованиях, в том числе в составе сборной команды таможенных органов в международных соревнованиях по служебному многоборью кинологов. Также в 2016 году в открытом чемпионате Украины принимал участие, где занял первое место в личном зачете. На счету Владислава Доронина неоднократное поощрение правами председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и руководством таможни. За добросовестное исполнение служебных обязанностей ему было присвоено звание на одну степень выше персонального звания, предусмотренного по занимаемой должности, инспектор таможенной службы первого ранга. Неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями, имеет и нагрудный знак Государственного таможенного комитета Республики Беларусь за отличие второй степени. Принимает активное участие в общественной жизни, участвует, вернее, в акции «Жизнь без наркотиков». Поэтому Владислав является у нас всесторонним, активным молодым человеком, который придерживается активной жизненной позиции. Хочется выразить слова благодарности Гомельскому областному исполнительному комитету за то, что поддержал инициативу Гомельской таможни в выдвижении Доронина Владислава на «Человек года» в номинации «Служу Отечеству». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова